Всем привет, с вами СКЮБ! Ну что, ребятки, соскучились? Папочка вернулся? Мы не виделись больше полутора месяца, и на это есть веские причины, в которые замешана наша так горячо ненавистная Гарена. Что конкретно сейчас происходит между мной и этой шайкой бандитов, я пока не готов рассказывать, но совсем скоро вы обо всем узнаете в одном из моих последующих роликов. Так что, друзья, терпение. Ну а сегодня мы пока что поговорим немножечко о другом. Как вы знаете, в одном из предыдущих сезонов Пап Мобайла я дал вам и прежде всего себе обещание, что я уйду из игры на один сезон. Вызвано это было тем, что в игре не осталось ничего того, что могло бы меня заинтересовать. Да, в первые годы гамать в Пап Мобайл было довольно-таки интересно, но последующее обновление в игре вызывало у меня все больше отвращения к ней. Вспомните сами, с каким щепетельным восторгом мы ждали грядущее обновление. Мы разбирали по крупицам каждую деталь, изучали новые карты, режимы, тематику сезона. Именно это нас и объединяло. Мы были, знаете, такой большой дружной семьей, и казалось, что это будет навсегда. Мы думали, что Пап К нас будет радовать и удивлять все больше и больше, но как бы не так. В один момент Пап К Мобайл начал скатываться в какую-то жуткую ебанину. Коллаборации с какими-то гадзилами, странными брендами, рейнджерами, ангри-бёрдсами и упаси боже с говноприложением под названием Лайк. И вот у меня один вопрос. Вы действительно этого ждали от Пап К? Всеми любимая военно-тактическая игра, где я напоминаю, что её главная фишка был полный реализм, превратилась в один ёбаный клоунский маскарад. Разработчики поставили себе в приоритет работать исключительно над кейсами и скинами в них, а вот о самой игре её режимах, увы, забыли. Лишь изредка в игру внедрялись какие-то режимы по типу бури, зомби-мода, пейлода, дезматча, но вот только загвоздка в том, что все эти режимы были доступны в китайской версии игры ещё задолго до того, как это доходило до нас. Лично у меня установлена как и китайская версия игры, так и европейская, и все эти плюшки, которые дошли до вас только сейчас, я успел поюзать ещё год назад. Песчаный миромар, боковые прицелы, новые режимы, всё это до нас доходит просто с огромнейшим опозданием. Тем самым интернет просто кишит от постоянных сливых инфы о грядущих обновлениях, и когда ты видишь всё это за полгода до релиза, то при выходе самой обновы ты уже к ней относишься абсолютно безразлично, ну потому что ты всё это видел уже по сто раз. Также не стоит забывать, что те же скины и сезоны более проработаны именно в китайском клиенте игры. Вспомните только один из последних сезонов папка, где нас встречал очевидно проходной сезон с халтурными скинами. Тематика сезона была постапокалиптическая антиутопия, но единственное, что объединяло антиутопию с данным сезоном, это был лишь задний фон Роял Пасса. И всё. Но в китайке нас встречали скины прямиком чуть ли не с фэллаута, которые просто замечательно вписывались в концепцию сезона. А у нас же какие-то крысиные обгрызки. Почему так происходит, я не понимаю. Также я не могу понять, почему в корейской версии папка цены намного ниже, чем у нас. Ну вот посмотрите сами. В нашем клиенте игры безлимитная кастомная карточка на 7 дней стоит 500 юси. В корейке же за те же 500 юси можно купить безлимит на целый месяц. А за 40 юси можно взять безлимит на весь день, а у нас только одноразовую. И то за 100 юси. И вот, ответьте честно, вам самим не противно находиться там, где вас и ваше мнение просто нахуй увертели. Вам нужна оптимизация и новые режимы? Ну уж нет, держите лучше это. Вам наскучали одни и те же скины? Хорошо, держите рулеточку и супер коллаборации с временными скинами. Ну и чтобы вы слишком уж не расслаблялись, мы для вас подготовили еще один сюрприз. Мы повысим цены на все. В том числе и на наше игровое казино, где мы за ваши денежки даем лишь шанс получить то, что вам нужно. Не благодарите. И я, конечно, не знаю как вам, но меня это уже порядком подзаебало. Когда-то моя из любимейших игр превратилась в какую-то просто китайскую поделку самой же себя. Это, знаете, то же самое, когда ты начинаешь встречаться с красоткой и у вас вроде бы все хорошо, взаимно. Но спустя время эта мудмазель потихоньку начинает наглеть, требуя тебя все больше и больше, взамен не давая ничего. И в один момент ты сам того не замечаешь, как оказываешься не рядом с той красоткой, что была в начале отношения, а с огромной жирухой, которая просто плевала на все твои принципы и интересы. Ей нужен лишь твой карман с кэшем. И тут остается только два варианта. Либо дальше терпеть эту наглую, вонючую жаробасину, либо же послать ее нахер и найти то, что тебе действительно по душе. Лично я выбрал второй вариант и, собственно, пошел на поиски той самой игры, которая меня заинтересует надолго. И, как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о Фортнайте. И да, я знаю, что я уже делал на нее обзор год назад, и он вышел, ну, ягод скажем, не из положительных. Ну, друзья, время меняется, а сидеть в умирающей игре, где из года в год нас кормят одним и тем же, и где нет никакого контента помимо кейсов, я, извините меня, ну, не собираюсь. Я лучше буду искать для вас что-то новое и захватывающее, и сегодня я открою для вас Фортнайт с новой стороны. И не подумайте, я не собираюсь сравнивать мобильную версию папка с оригинальной форточкой, просто я наглядно покажу вам, чем же лично меня так зацепил когда-то так дико ненавистный мной Фортнайт. Ребят, недавно я узнал, что в ВКонтакте появилась группа, в которой бот раздает халявные девайсы и гаджеты, такие как iPhone, Sony PlayStation, часы Apple Watch и куча других разнообразных ништяков. Получить приз довольно-таки просто. Заходи в группу ВК CrazyBox, подписывайся и пиши боту слово промокод. Тебе будет выдан код, который нужно скопировать и активировать у них на сайте по ссылке ниже. Ну а после забрать свой бесплатный приз. Лично мне выпал браслет к Xiaomi за 2500 рублей, и уж такой халявы я точно нигде не встречал. Заказывай доставку полученного приза, либо же продавай его на сайте и на эти деньги открывай уже платные коробки. Так что подписывайся, и возможно ты сможешь урвать даже новенький iPhone. Ссылку на группу я оставлю в описании. Ну и начнем мы сразу с наболевшего. С кейсов, а точнее с полного его отсутствия. Вы, конечно, сейчас будете очень сильно удивлены, но в форточке всякие лотерейные и казиношные замашки просто-напросто отсутствуют. Не знаю, конечно, как для вас, но для меня это было просто полным шоком, ведь сейчас кейсы в батл-роялях вещь обыденная, и в какое говно сейчас не тыкни, то там непременно будут кейсы с кричащими акциями и повышенным шансом выпадать, что, конечно же, неправда. И те, кто знаком с подобными играми, понимают, что это ебала полнейшая, и в большинстве случаев вам ничего, кроме какой-нибудь синевы, никогда не выпадет. Даже вспомните мои опенкейсы. В течение года в PUBG Mobile я задонатил порядка 20 тысяч. Все эти кейсы с рулетками я снимал и показывал вам, и, думаю, Алты канала помнят, что за все время опенкейсов мне никогда ничего стоящего не выпадало. Тратя на ролик по несколько тысяч, на выходе же нас ожидало одно и то же. 5. Граффити И ладно бы, если в подобных играх был шанс вывода или обмена скинов, но ничего подобного там, конечно же, нет. Просто поймите, вы играете в рулетку, где вы уже заведомо проиграли. Ведь бабки вы уже закинули, а многотонный выбитый хлам из кейсов вы никуда сбагрить не сможете. Ведь в подобных играх торговые площадки не предусмотрены. И я вам всегда говорил, не донатя вы в кейсы, прекратите уже заниматься ху... Ой, вам все равно никогда оттуда ничего не выпадет. Если вы действительно хотите получить интересующие вас скины, то максимум, на что можно потратиться, так это на роял пассы и боевые пропуски сезона. Ведь там вы гарантированно получаете то, за что заплатили свои кровные. И вот когда в играх на первом плане стоит не сама игра, а лохотронные кейсы, то по ним уже сразу видно все отношение разрабов к своим же игрокам. Чего не скажешь о Фортнайте. Тут нет никаких кейсов, рулеток, идиотских акций с временными скинами. Здесь есть лишь один скромненький магазинчик с уже готовыми наборами скинов. И за их покупку вы гарантированно получите то, что вам было нужно. Лично для меня это был просто нонсенс, ибо я уже и забыл, что игры могут существовать и без внутриигрового казино. И скажу вам честно, покупать скины вот так отдельно стоит гораздо дешевле, нежели выбивать их из кейсов. И уж поверьте мне, я на этом собаку съел. Ну и пока мы не отошли от донатной части ролика, давайте сразу затронем тему и роял пасса. Как вы знаете, все боевые пропуски делятся на две части, на бесплатную и донатную. Бесплатная часть предусмотрена для обычных крестьян, которые еще не готовы раскошеливаться на скины в играх. Платная же в свою очередь дает огромнейший пак разнообразных скинов, которые вы гарантированно получите, повышая свой уровень. И вот играя в паб, мне было всегда обидно за ту часть игроков, которые не могут себе позволить купить ролл пасс, ведь, как мы знаем, в бесплатном РП ничего, кроме ненужного хлама, нету. Даже в нынешнем сезоне вам дают лишь фрагменты от кейсов, из которых вы, конечно же, ничего не получите. Вот только представьте, один сезон длится около трех месяцев, и игрок, который нон-стопом уделяет игре все свое свободное время, за три месяца игры получает лишь два кейса и один обоссанный скин на пистолет. Все! Не, в натуре классно, но... Заебись. В Фортнайте же в бесплатном РП помимо парашютов, ножей и эмоций можно получить и, а сейчас вот, внимание, донатную валюту. То есть, просто играя и повышая свой уровень, вы можете свободно накопить те же вибаксы, на которые вы уже и купите тот самый человеческий ролл пасс. В папке же такой щедростью и не пахнет. Единственным, чем он попахивает, так это нотка китайского говнеца. Ведь в предыдущих роликах я уже неоднократно повторял, что разработчики папка своими ебанутыми нарядами просто убивают всю атмосферу игры и с каждым сезоном игра закапывает саму же себя все глубже и глубже. Папк мобайл из нормальной человеческой игры превратился в какую-то анимешную хуйню с ингреберсом и рейнджерами. И, поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Я играл в папк с третьего сезона и я еще застал тот старый атмосферный папк, где подобного потреблятства и в помине не было. И да, я понимаю, что во Фортнайте скины не лучше, но просто дело в том, что данные скины отлично вписываются в саму концепцию игры. Сама по себе игра достаточно красочная и мультяшная, и все в ней скины, соответственно, тоже. Но когда в мрачном и когда-то еще реалистичном папке ты видишь вот этот вот косплейно-бразильскую порнуху, то я к игре уже ничего не испытываю, кроме жесткого кринжа. Ну, правда, это уже стыдоба какая-то. Это, знаете, то же самое, если бы в какой-нибудь Silent Hill попытаться заснуть, ну, не знаю, на Наруто. Йоу, собаки, я Наруто Узумаки. Форточка же, несмотря ни на кого, тихонечко идет своей дорогой, и за всю историю игры она никогда не изменила своему стилю. Ну, да ладно, что-то я немного разогнался. Давайте лучше вернемся к ролл-пассу и посмотрим кое-что еще. Как я и говорил, в бесплатном ролл-пассе папка нас будет встречать один единственный скин на пистолет. Этот скин можно использовать на одно определенное оружие, а именно пистолет P92. В Фортнайте в бесплатном боевом пропуске тоже есть парочка скинов на оружие, например, вот такой и такой. Но только прикол в том, что этот скин не на этот скар, а на все. Ведь в Фортнайте нет такого понятия, как скин. Тут есть только обертки. Обертку же, в свою очередь, можно ставить на любое оружие и транспорт. То есть, один и тот же ковер мы можем поставить, к примеру, на пистолет, вертолет и ПП. А на остальное оружие выставить совершенно другие обертки. В общем, коврами можно распоряжаться и комбинировать между собой, как вам в душе угодно. И как по мне, это значительно упрощает получение предметов, ведь вместо сотни выбитых ненужных нам скинов у нас в кармане будут лежать парочку оберток, который мы можем использовать и ставить на то, что нужно именно нам. А когда Роял Пасс завален скинами на оружие, которыми вы никогда в жизни не пользовались, ну, это такое, чисто хлам. Еще стоит упомянуть и про миссии. Как вы знаете, чтобы повысить уровень боевого пропуска, вам необходимо выполнить ряд разнообразных заданий. И для начала давайте взглянем, как это устроено в папке. Для того, чтобы узнать, какие конкретно задания нас ожидают, нам в первую очередь нужно зайти в сам Роял Пасс. Дальше все изучить, понять и запомнить, в какой именно локации нужно выполнить то или иное задание. В самой же катке зайти и черкнуть миссии мы, конечно же, не можем, так что нам приходится рассчитывать только на свою память. А если вы где-то ошиблись и недовыполнили задание, то узнаете об этом лишь тогда, когда закончится катка, ведь в самом процессе игры о прогрессе пройденных миссий нас не уведомляют. И думаю, у пабгеров это частая проблема, особенно когда надо убить какого-то бомжа с пинка в починках 15 раз. Вроде бы всех бомжей перебили, все эти дикие издевательства выполнили. И вы весь такой довольный, побежали играть дальше, а по итогу в конце игры вы узнаете, что вам оказывается нужно это сделать еще разок, ведь игра каким-то боком не засчитала несколько киллов. И что вам приходится делать? Правильно, снова выходить на охоту пинать бомжей. Какое, блядь, удовольствие! И вот согласитесь, насколько же было удобно, если бы все миссии ролл пасса и их прогресс можно было бы посмотреть прямо на катке. И вы, господа пабгеры, наверное, сейчас будете в полном шоке, но в форте это можно сделать вообще на изи. Просто открыв карту и вуаля! Мало того, что здесь показан список всех доступных миссий, так еще тут отмечены локации, где конкретно нужно выполнять то или иное задание. То есть вы без всяких на то либо проблем можете в любой момент узнать, какие есть миссии по соседству с вами, а приходя в сами локации, игра будет показывать нам задание именно на данной местности. Ну а после их выполнений, форт заботливо похвалит вас уведомлением выполненного прогресса. И думаю, тут никто не будет спорить о том, что данная опция в разы упрощает прохождение ролл пасса, и папку уже пора не плагиатить скины своих же плагиаторов, а мотать на ус подобные фишки. Ну и раз мы подошли к геймплейной части, то давайте поговорим и о процессе самой игры. Как вы знаете, в большинстве батл-роялях на ранних рангах игры присутствует немало бездушных ботов, которые выступают в качестве пушечного мяса. Разработчики их внедряют для того, чтобы вы могли немного потренироваться и изучить главные основы игры перед тем, как вы столкнетесь с реальными игроками. Ведь ни для кого не секрет, что сложность в играх порой отталкивает большинство игроков, собственно, поэтому для начала вам и дают целый пак ботов, чтобы вы могли как следует приноровиться перед настоящими битвами. И только вспомните ботов Пабга. Такое ощущение, что это просто какие-то слепые кроты, которые только что вылезли из норы и не понимают, что они вообще тут делают. Пабговские боты не умеют ненормально стрелять, не поднимать своих тиммейтов, не хоть как-то нормально пользоваться своим чипированным мозгом. Также разработчики зачем-то понизили им силу наносимого урона и теперь даже если у него будет ядерная боеголовка, то вам придется ну прям очень постараться, чтобы он вас убил. Ибо с какого бы он оружия ни стрелял, жизни у вас практически не будут убавляться. Вы же его сможете убить буквально с парочки поджопников. И мне вот интересно, кто программировал всех этих бездушных тварин? Неужели это те самые люди, которые когда-то сделали робо-кетчупа, который так яростно боролся с сосисочкой? И естественно, что о какой-то более-менее нормальной тренировке и изучении основ игры тут и речи быть не может. Их добавили только в качестве трафика на карте, чтобы создавалось впечатление массовости игроков, не более. В форте же с этим дела обстоят куда лучше. В большинстве случаев, чтобы размазать компашку ботов, вам нужно прям так знатно попотеть. Ведь они обучены не только нормально стрелять, но даже и поднимать своих союзников. И иногда они даже играют не хуже таких же нубов, как я. Что-то они меня трахают, ребятки. Серьезно, меня боты убили. Еще бы я хотел отметить то, что во Фортнайте нет никакого дрочи по поводу статистики аккаунта. Ведь здесь нет никакого рейтинга, ранга и кд. Вы просто играете в свое удовольствие, не потея над тем, насколько сильно вы опуститесь в рейтинге после слива в катке. В папке же сейчас идет дикий дроч на кд и рейтинг. Вследствие чего, после каждой смерти, вы бежите чекать статистику и проверяйте, сколько же вы своих жалких очков в кд потеряли. Может, конечно, меня одного триггерит с кд дрочеров, но отсутствие подобных личинок в форте для меня один огромный плюс. Ведь чем больше в играх рейтинга дрочеров, тем более душная аудитория у этой игры. Заходя кому-нибудь в сквады, всем будет плевать, кто ты, что ты. Все, внимание будет сконцентрировано именно на том, какой у тебя рейтинг. И если дрочаны посчитают, что ты еще недостаточно надрочился, то пошлю тебя куда подальше. Ведь с такой падалью, как ты, у которого, фу, серебро, они даже и разговаривать не станут. В общем, к чему я вообще завел телегу по поводу рейтинга? Благодаря тому, что форте он просто-напросто отсутствует, вы начинаете играть чисто для себя, а не для рейтинга. И если вас слили на первых же минутах, вы не будете триггерить и всех вокруг обвинять в своей никчемности, а просто скажете «Ебать, это было круто». Так что, пацаны, научитесь уже получать удовольствие от процесса самой игры, а не от количества циферок в вашей статистике. Живите, кайфуйте, ёбанаврот! Также хочу упомянуть и о ивентах. Думаю, вы прекрасно наслышаны о громких ивентах в Фортнайте. Я, конечно, сейчас не буду тут сидеть и всё это сравнивать, ибо, как по мне, это будет немного нецелесообразно, ведь всё-таки эти две игры совершенно разного уровня. PUBG чисто на сотик, а Форт является кроссплатформенной игрой чуть ли не на все устройства, начиная от компа и свеча, заканчивая тем же сотиком и пейджером. Но всё-таки я говорю о том, чем же именно меня зацепил Форт, поэтому не упомянуть о ивентах было бы глупо. Мало того, что тут регулярно проходят концерты с приглашенными звездами, так ещё вы можете пригонять сюда с друзьями и смотреть Кинчик. А? Как вам такое? Играя во Фортнайт всего два месяца, я получил от него гораздо больше эмоций, чем от папка за целый год. А о глобальных обновлениях я вообще молчу. За счёт того, что в форте есть свой собственный сюжет, который идёт аж с самого начала игры, это становится уже своеобразным сериалом, в котором, кстати, участвуете вы сами. Ведь игра нам даёт насладиться переходом сезонов не только в качестве каких-то трейлеров, но и за счёт своей интерактивности, который погружает нас в самый эпицентр событий. Ведь чуть ли не в каждом ивенте Фортнайта можно зайти прямо на катку, где всё это происходит прямо на ваших глазах. Где мы, где мы? Агентство разрушилось. Агентство разрушилось. Это ебать, что за спайдермен ещё? Что за эпичное говно? Тем самым эти обновления хочется снимать, обсуждать, показывать другим. Ну а в папке? Что в папке? Абсолютно все коллаборации и ивенты сводятся к одному. К рулетке. Ну и да, ещё вот недавно добавили наклеечки. Класс. И не подумайте, этот ролик я сделал не для дискриминации и подрыва авторитета к папку. Я лишь рассказал о тех моментах, чего лично мне не хватало в когда-то ещё моей любимой игре. Практически все перечисленные мной фишки из форточки можно было бы спокойно внедрить и в сам папк. Но ему уже на это абсолютно наплевать. Как, собственно, и на вас. Так что, думаю, я ответил на ваш вопрос, почему на данный момент я больше предпочитаю Фортнайт, нежели папк. Тут как бы ответ очевиден. Ведь я готов пожертвовать так называемым реализмом в пользу мультяшности. Ну быть в той игре, где присутствует внимание не только к деталям, но и к своим же игрокам. Ну а папк, папк уже мёртв. И он вряд ли сможет реабилитироваться. Ведь когда игра начинает плагиатить своих же плагиаторов, то это всё. Ну а на этом всё. Если досмотрели ролик до конца, то пишите в комментариях числу 776. Посмотрим сколько нас. Ну а на связи был S-Cube. Играйте только в хорошие игры. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok